Значит, по факту сегодня у нас функционируют четыре подстанции линейные и одна подстанция центральная. Значит, очень большая проблема у нас нижняя зона города, это вот район Дордоя и за объездной дорогой. Сегодня это население обслуживается четвертой подстанцией, в которой находится молодая гвардия Рыскулова. И третья подстанция, это в районе Аламедина. То есть на дорогу только уходит 40-50 минут. Только на дорогу. Естественно, конечно, очень много опозданий. Поэтому в планах Городского управления здравоохранения, открытие в нижней зоне, нам помещение уже дали, деньги выделены. Я так думаю, что к концу второго квартала мы эту подстанцию запустим. Здесь будет пять бригад, из них две врачебные, три фельдшерские. И тогда вот мы приблизим нашу службу скорой помощи для населения нижней зоны. При помощи Катарского благотворительного фонда в новостройках АКРГ открываются тоже подстанции. Там будет врачебная амбулатория и плюс подстанции на четыре бригады. И тогда мы перераспределим сегодня зону обслуживания. Эта зона обслуживается второй подстанцией. Это за кинотеатром Манас, Шатар-Уставели и Ахумбаева. Здесь очень много жилмассивов. Это Арча-Бищик, Акордо, Алато и плотность населения очень высокая. Поэтому мы с открытием этой подстанции приблизим также скорую помощь именно для населения наших жителей жилых массивов. Но и в перспективе открытия пилотной подстанции, но это в планах, это уже на 2021 год, в микрорайонах, это на территории перинатального центра, будет открытая большая подстанция на 10 бригад. Мы туда приблизим, здесь будут кардиологические бригады базироваться, неврологические, педиатрические, общеврачебные и фельдшерские. То есть вот густонаселенные, это все микрорайоны, мы приблизим тоже помощь. Сегодня вообще есть норматив, тот, который он существовал и существует, это одна машина на 10 тысяч населения, чтобы удовлетворить скорую помощь. То есть на наш город у нас официально приписано, это вот стоят на учете в центрах семейной медицины 1 миллион 48 тысяч. Из расчета нам нужен на город 100 машин, круглосуточный бригад, точнее. У нас их фактически 38. Вот отсюда идут проблемы, что мы не успеваем. Благодаря внедрению автоматизированной системы мы количество опозданий снизили. Но, к сожалению, население особо так сильно не почувствовало. В процентном отношении, если раньше, позапрошлым году это был каждый третий вызов, опоздание было, ну 33%, 33-35%. В этом году стало 27% по истечению 8 месяцев. Конечно, если бы было количество бригад чуть больше, мы бы этот процент еще снизили. Но благодаря автоматизированной системе такой показатель, как вызыва первой категории, это автовария, это повод умирает. Мы, в общем-то, снизили его, ну вообще норматив 20 минут доезда. Сейчас вот на вот эти экстренные вызыва у нас бригада доезжает за 17-15 минут. То есть экстренные вызыва мы все-таки снизили. С открытием вот этих двух подстанций я однозначно уверен, что мы количество опозданий еще снизим. Но проблема в чем? Проблема в том, что сегодня к нам не идут врачи. На 210 врачебных ставок, вот на сегодняшний день у нас вакант 85 врачебных ставок свободны. И люди не идут. Вот, несмотря на то, что, предположим, мэрия очень большую помощь нам оказывает. Есть такой депозит врача скорой помощи, депозит сотрудника скорой помощи. Он 20 ставок дан для врачей, 20 ставок для среднего медперсонала. Так вот, на сегодняшний день из 20, только двое ставки заняты. Люди даже на депозит не идут. Куда они уезжают? Уезжают в основном в Россию. Почему это сложилось? Ну, сложилось из-за того, что низкая заработная плата, особые условия труда у нас. Низкая заработная плата, вот человек 8 лет учится, и оклад у него 5 тысяч стартовый. Если бы не мэрия, мэрия нам добавляет ежемесячно 4 тысячи для врачей и 2,5 тысячи для средних и младшего персонала, то я не знаю вообще, что было-было. Мы, наверное, бы уже остановились. Но вот в декабре нас посещал наш президент. И здесь, после того, как он ознакомился с работой, он пообещал, что поднимет нам заработную плату. Сейчас рабочая группа работает, ориентировочно до 70%. Я думаю, поднятие вот этой заработной платы, открытие подстанции стабилизирует работу. Потому что, на самом деле, действительно, горожане, они правы, когда вот их мало интересует. По большому счету, да, я вызвал скорую помощь, я должен получить эту помощь. И тогда, особенно, это проблема с педиатрическими бригадами. К сожалению, педиатры, проблема не только у нас, это проблема и в стационарах, это проблема и в центрах семейной медицине. Но она у нас острее как-то проявляется, потому что к нам люди обращаются в неотложной, в экстренной помощи. И тогда, когда родители, вызвав скорую помощь к ребенку и ждут 2-3 часа, ну, вы мне извините, конечно, их возмущение понятное. И я вот с сожалением это констатирую и приношу пользу случаям, приношу извинения, что приходится ожидать.